Наш отряд начал свою деятельность с 2017 года. И, конечно, когда стали выезжать, поднимать бойцов в экспедиции, естественно, находились и артефакты. Сапер-лопатка разной модификации и царского времени, и нашего уже времени. Особо хотелось бы отметить еще личные вещи бойца. Вот кружки, которые у нас имеются и Лысинского завода, и кружка из Луганска, Луганского завода. Естественно, личные познавательные знаки. Это лоз, в который солдаты заполнялись, записывали свои все данные о себе и носили при себе. Многие солдаты просто боялись, существовало поверье у многих солдат писать о себе. И медалены находились в пустыне, находим пустыню. Это же каска наша. Это также изготовлено на Лысинском заводе. Стальной шлем США-40, которая прошла много испытаний, прежде чем попадала на фронт. В августе поисковый отряд «Феникс» выезжал на юбилейную международную военно-историческую экспедицию «Западный фронт» Варшавское шоссе на территории Барятинского района Калужской области. Во время раскопок мы обнаружили останки наших бойцов. Мне посчастливилось найти медальон. Медальон впоследствии был прочитан. Было установлено имя бойца Козлов Алексей Михайлович. Алексей Михайлович считался пропавшим без вести с июня 1942 года. Теперь же солдат нашелся. Дошлись и его родственники. В скором времени им передадут артефакт. Ребята из поискового отряда «Феникс» участвуют в экспедиции в рамках реализации проекта «Память за собой позови», поддержанного фондом губернатора Пермского края. Мы поднимаем и восполняем память утрат, которые потеряли близких таких людей. Они защищали Родину своими поступками. Это очень должен поступок. Восстанавливая имена солдат, поисковики делают огромный вклад в историю. Ведь многие семьи только благодаря им узнают судьбу своих родных и близких, пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны. Карина Волошина, Данил Бутурин, Новости Верстникамья.